Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вечер на телеканале КРТВ продолжает программа «Вам слово» в студии Максим Мельников. Лучшее творческое муниципальное учреждение среди сельских поселений Московской области, такое звание в прошлом году получил Центр культуры и досуга от Ранинского муниципалитета. Всегда приятно побеждать, а эта победа приятна вдвойне, поскольку одержана она была именно в год культуры. А чем так замечательно данное учреждение, об этом сегодня спросим у его руководителей, которые, кстати, также были названы лучшими подмосковными работниками культуры. Я с удовольствием представляю вам директора Елену Анатольевну Дергаусову и художественного руководителя Наталью Игоревну Квашу. Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие телезрители! Ну а я хочу сказать, что по традиции мы работаем в прямом эфире. Уважаемые телезрители, звоните, задавайте вопросы. Телефон 562-0028, мы постараемся на все вопросы ответить. Пока наши телезрители дозваниваются, мне хотелось бы уже начать с вами беседу. Как я уже сказал в вступительном слове, в прошлый год в России у нас был объявлен годом культуры. А как вот это событие отразилось на жизни культурного центра? Ну, действительно, год культуры в России, он стал для нашего центра знаменательным. Потому что, как вы сейчас сказали, что мы участвовали в конкурсе, который проводило Министерство культуры Московской области. Мы рискнули, несмотря на то, что мы молодое учреждение. Кстати, напомните, когда вы были образованы? В 2011 году. То есть, без малого 4 года вам? Ну, 4 года, да, вот уже как бы к пятому движемся. Поэтому мы рискнули и участвовали в этом конкурсе. И действительно, вышли победителями. Нас признали лучшим муниципальным учреждением культуры среди сельских поселений Московской области. Для нас это великая честь. И не только это честь, но это большая ответственность. И хочу сказать, что, вы понимаете, это победа большого дружного коллектива нашего, сплоченного коллектива. Потому что без каждого не было бы вот этого единства и этой победы. Потому что люди работают действительно инициативные и творческие. Они болеют душой за свое дело. И очень радостно это видеть, что они неравнодушны. Потому что самое страшное в людях, это когда человек равнодушный. Безусловно. Смотрите, конкурсы конкурсами, а все-таки год культуры, он подразумевал в себе огромное количество культурных мероприятий. А что прошло в этот год на базе центра и что запомнилось из этого? Ну, на самом деле, много мероприятий было очень интересных, которые мы проводили. Но более подробно еще мы поговорим, когда будем говорить о кружках, о конкурсах. Но немного я скажу об основных мероприятиях. Вы знаете, старались в своей деятельности мы делать акцент на воспитание у детей духовности, на воспитание детей на примерах классической, современной литературы, современного искусства, народного творчества. Это не просто слова. Поэтому мы стараемся сделать так, что преподаватели не только у нас преподавали тот вид искусства, которым они занимаются с детьми, но еще и были бы именно педагогами. Это очень важно, чтобы они вот это все в детях воспитывали. Ну, а что я хочу сказать об мероприятиях особо таких значимых. Вот, например, мы открыли литературно-музыкальную гостиную. Очень интересный проект. Вот выступала у нас здесь ансамбль. Ансамбль ударных и духовых инструментов Российской академии имени Гнесиных. Великолепный был концерт. Далее, мы проводили вечера классической гитарной музыки. Также у нас в поселении есть поэт, наш земляк. Тоже мы приглашаем обязательно на концерт, на эти в литературно-музыкальную композицию, или гостиную поэтов, и не только наших земляков, но и различных других поэтов. Интересно очень прошел совместный концерт театральной и хореографической студии. Поэтический спектакль был поставлен театральной студией по произведениям Хармса. Также мы в этом году, вернее, год культуры в 2014-м, впервые проводили фестиваль, свой фестиваль, который называется «Отрадницкие звезды». Участвовали коллективы, и наши коллективы, и коллективы других учреждений культуры. Это был очень яркий праздник. Я думаю, что он запомнится многим. И мы решили это сделать традицией. Так что в этом году, в декабре месяце, у нас опять же будет фестиваль. Поэтому желающие все могут приезжать к нам, участвовать в этом фестивале. Можно я? Наталья Игоревна, что касается вас, все-таки вы художественный руководитель. Что вам запомнилось? Ведь вы же наверняка через себя все мероприятия пропускали. Что вам запомнилось из всей этой массы? Я понимаю, что сложно так навскидку, но тем не менее. Вы знаете, каждое мероприятие, оно памятное. Потому что, когда маму спрашивают, какой ребенок у нее любимый, она, естественно, отвечает все. Вот так и у нас. Каждое мероприятие, оно самое любимое в тот момент, когда мы его готовим и проводим. И поэтому мы стараемся, чтобы каждое мероприятие, оно было не похоже на предыдущее. И делать мероприятия такие, которые никто никогда еще не делал. А как хватает идей? Откуда черпаете? Ой, трудно сказать. Иногда, вот знаете, едете в автобусе, и раз пришла идея. А потом вот спите, иногда во сне приходят. Менделеев таблицу придумывал, а мы мероприятия. Ну а как, ваши сотрудники поддерживают вашу инициативу? Да, очень поддерживают. У нас все сотрудники достаточно сами, все инициативные люди. И иногда, да и зачастую, от них исходит идея. Мы просто их подхватываем и развиваем. У нас вот очень развита взаимопомощь и взаимоподдержка. И вот Алина Анатольевна уже сказала, как у нас был хореографический спектакль. Это у нас две хореографические студии и театральная студия сделали совместный такой большой полноценный хореографический спектакль, который назывался «В ритме вальса вокруг света». Было очень интересно, и участвовали совсем маленькие детки с четырех лет, и уже подростки 14 лет. И, в общем, вот я считаю, что такого раньше никогда не было. Ну, а если говорить в целом о годе культуры, чувствовалось ли то, что именно год культуры 2014, то есть была ли какая-то разница по сравнению с тем же 2013 или 2012 годом? Вот если говорить, какое значение этот год культуры имел для воспитанников, педагогов? Конечно, чувствовалось увеличение внимания к учреждению культуры со стороны государства. И, конечно же, нашего администрации, потому что нам администрация выделила дополнительное помещение 300 квадратных метров. Что такое еще дополнительно к нашим 300 метрам, еще дополнительно, это большое значение для нас имеет. Потому что теперь у художественной студии, у театральной студии, а также у хоровой студии появились свои помещения, специально оборудованные помещения, где они имеют возможность хранить и реквизиты, и костюмы. Также у хоровой студии были закуплены великолепные импортные станки для того, чтобы дети могли и выступать на сцене, и репетировать. Это большое значение и очень имеет, конечно, для детей и для руководителей. Поэтому, что еще я хочу сказать? Конечно, появилось пространство для постоянно действующей выставки. У нас работает древо-ремесел, такое творческое объединение древо-ремесел. Это народное творчество. Мы теперь постоянно выставляем выставки. Появилось помещение для выставки картин. У нас картинная галерея, еще одна появилась. Это тоже очень важно для нас. И вот сейчас, конечно, когда мы открылись, у нас было 300 квадратов, сейчас у нас 600. И вот вы знаете, мы думали, что все, это просто предел мечтаний. А нет, мало. Все равно чувствовать, конечно, еще больше. Численность населения растет. Постоянно детишки с колясочками, с мамами ездят. Сколько их, это просто не пересчитать. Поэтому, конечно, нужно думать и о будущем, о дальнейшем развитии культуры. Ну, а что касается педагогов тех же самых, они как-то прочувствовали год культуры, что называется на себе. Или, может быть, благосостояние педагогов поменялось каким-то образом? Ну, благосостояния нет. Я не могу сказать, что у нас зарплаты от этого, от того, что год культуры резко повысились. Но хотя, да, было повышение работникам культуры. Работникам в сфере культуры. Поэтому, конечно, если касательно заработной платы, то да, было повышение. Я говорю, что внимание чувствуется от государства. И я думаю, что, несмотря на трудный сейчас период, который сейчас у нас сложился в стране, я думаю, что в дальнейшем все равно будут повышения небольшие. И я думаю, что престижной будет всегда, как и была профессия работников культуры. Вот смотрите, вы уже сказали о том, что в поселении есть даже свой поэт, которого вы приглашаете на различные мероприятия. А ведь нынешний год в нашей стране объявлен годом литературы. Вот это как-то учитывается при составлении подготовки мероприятиям. Вот каким образом год литературы вы, скажем так, раскроете в рамках культурного центра? Ну, значит, сейчас хочу вот что сказать. Культура, литература очень близки ведь, понимаете, да? И мы, конечно, это все учитываем. У нас сейчас готовятся спектакли театральной студии, литературные композиции по произведению поэтов Серебряного века. Очень интересная будет композиция. Я думаю, что будет памятно и детям, и родителям. Потому что у нас очень, как говорится, слушатели и зрители, много родителей. Особенно тех детей, которые занимаются. Поэтический спектакль готовится по произведению Сергея Михалкова. Как бы мы жили без книг. Поэтому это все идет у нас в рамках вот этой новой литературно-музыкальной гостиной. Вот я говорила, что у нас и выступает наш земляк, не сказала фамилию, не Стифоров, Борис Сергеевич. Он постоянный гость у нас. И я думаю, что у нас еще будет очень много интересных встреч, вот именно которые посвящены году литературы. Наталья Игоревна, а нет ли желания, вы же говорите, что хотите делать то, чего еще никто не делал. Нет ли желания какого-то специального проекта сделать, посвященному году литературы? Может быть, есть какие-то мысли по этому поводу? Вы знаете, вот насчет специального проекта мысли были, но, в общем-то, я считаю, что это такая тема, которая не требует специального проекта. Литература это настолько всеобъемлющая тема, и, в общем-то, мы в своей работе все время соприкасаемся с этой литературой. Кто-то с классической, кто-то с современной, кто-то со стихами, но вот в работе мы все время используем. И не разучились еще и книжки читать, несмотря на то, что интернет, и мы сами пишем сценарии. То есть вот мы стараемся не использовать готовые и не брать нигде уже то, что было, как я говорила, потому что хочется чего-то такого. Такого, учитывая то, что у нас поселение родителей и зрители, в общем-то, одни и те же люди, они регулярно приходят на наши мероприятия, и нам каждый раз хочется их чем-то удивить, чтобы они в следующий раз захотели прийти еще раз. А они пришли и сказали, вы знаете, мы это уже где-то видели, и, в общем-то, нам это неинтересно. И поэтому вот это все время подстегивает и все время заставляет что-то искать, что-то вспоминать, даже вот из нашего школьного цикла литературы. Ну и, в общем-то, а вот о специальном проекте, ну нет, пока вот мы не думали. Ну а вообще как часто у вас проходят различные мероприятия, концерты? Ну, достаточно часто у нас проходят и мероприятия, и концерты, но я могу только сказать, что вот за год, за прошлый год мы провели 176 мероприятий. У нас очень часто проходят открытые уроки в кружках и студиях, причем они проходят достаточно интересно, мы приглашаем туда всех родителей, и каждая группа у нас как бы дает полноценный либо концерт, либо какой-то отрывок из спектакля, либо просто спектакль. И вот просто для родителей дети показывают, чему они научились конкретно вот за тот год, который они занимались. И два раза в год у нас проходят как бы большие открытые уроки, которые мы делаем на нашей большой сцене, приглашаем туда зрителей поселения, в общем, всех желающих, и вот таким вот образом. Ну а на концерт, кроме родителей, кто-то еще приходит? Конечно, конечно. У нас бывают такие знаковые концерты, вот Илья Анатольевна уже упоминала о нашем фестивале «Отраднинские звезды», и мы его провели 14 декабря прошлого года, у нас был финальный галоконцерт, и, в общем-то, не то что свободных мест для сидеть, а у нас даже стоять негде было, у нас вот настолько был полный зал. Вот к 8 марта у нас всегда традиционный концерт, в котором у нас задействованы все наши кружковцы, вот с самых маленьких, начиная с трех лет и заканчивая большими детками, все-все-все готовят поздравления для мам, и тут уже, конечно, тут проходят и друзья, и родственники, и соседи, и совет ветеранов у нас очень часто посещает нас, в общем-то, мы не жалуемся. Вот, кстати, 8 марта было не так давно, а чем удивили в этом году женщин, мам? Традиционным концертом, который делали наши маленькие детки, но вот вы представляете, что такое трехлетнего ребенка, который к вам пришел только в сентябре, в марте месяце, выпустить на большую сцену с полноценным танцем, а то есть двумя, со стихами, с песнями, ну, в общем-то, это очень интересно, очень, насколько вот они проникаются духом этого зрительного зала, и сразу видно, кто в дальнейшем будет, может быть, даже и артистом, потому что есть очень артистичные дети, которые совершенно не боятся сцены, которые приходят вот как домой, они еще успевают маме вот так ручкой сделать. Со сцены. Да, поэтому вот это у нас вот такая традиционная форма, ну, нам с одним очень нравится. Это очень страшные эти концерты, когда выступают детки, потому что родители просто восхищены, и потом, знаете, что я хочу сказать, что вот мы, проработав какой-то определенный, да, уже вот несколько вот лет в центре, начинали мы ведь с нуля, да, и вот смотришь, когда детишки пришли, и чего они сейчас добились, вот это результат работы. Для нас это просто бальзам на душу. Ну, об успехах мы чуть позже еще поговорим обязательно. Ну, давайте тогда ближе знакомиться с вашим учреждением. Сколько всего студий и кружков сегодня функционирует? На сегодняшний день у нас функционирует 22 кружка и студии, в которых у нас занимается 503 человека от 4 до 80 лет. Какие это направления? Все направления практически у нас охвачены. У нас есть хореография, у нас работают два хора, у нас есть и детский духовой оркестр, и вокально-инструментальный ансамбль, к сожалению, на сегодняшний день уже подзабытый такой жанр. У нас работают два театральных коллектива, у нас есть спортивный клуб, ну, в основном для мальчиков, поскольку там две футбольные команды. Ну, в общем-то, мы стараемся как-то вот охватить все направления по возможности. Ну, вот вы сказали, например, есть детский духовой оркестр, а какие-то уникальные есть кружки или секции? Ну, то, чего нет, в принципе, нельзя. Ну, вот мы считаем, что на сегодняшний день детский духовой оркестр — это практически уже уникальный жанр. К сожалению, в наше время достаточно подзабытый, это мы можем судить по количеству конкурсов, в которых есть вот направление духового оркестра. У нас оркестр достаточно молодой, он только в 2012 году был образован, и тем не менее он участвовал уже в конкурсах, и он выиграл все конкурсы, в которых он участвовал. 27 человек на сегодняшний день, хотя два года назад их было всего 11, сегодня их 27, и 16 из них девочки в этом оркестре. И вот совсем буквально вчера пришла к нам радостная вещь, что наш оркестр будет участвовать в международном конкурсе духовых оркестров, который будет проходить в августе месяце на Красной площади в Москве. Ух ты, здорово! Да. Ну, я вас поздравляю с такими успехами. А какого возраста дети к вам, у вас могут заниматься? То есть это 3 года, 4, и какой максимальный возраст на это время? У нас разная возрастная категория в кружках. У нас есть хореографический кружок для детей от 3 до 7 лет. Это у нас самые маленькие трехлетки. У нас есть клуб развития речи «Солнышко», мы туда тоже берем деток с 3 лет. И остальные кружки у нас в основном шести. Но когда преподаватели производят отбор, а мы сейчас уже вынуждены производить отбор, поскольку у нас огромное количество желающих, в прошлом году у нас было 4 человека на одно место. Поэтому вот в художестве... Это как в хорошем престижном вузе, да? Да, в хорошем престижном вузе. И поэтому вот преподаватель художественной студии была вынуждена проводить творческий конкурс. Мы детей не отсеиваем. Мы по возможности берем то количество, которое мы физически можем взять, а всех остальных деток мы ставим как бы в лист ожидания. При малейшей возможности мы связываемся с родителями и приглашаем... Потому что ситуации есть разные. У нас есть детки уходят в детские сады, у нас есть детки, которые переезжают по семейным обстоятельствам. И, в общем-то, часть мест в течение года у нас освобождается. Поэтому вот такая у нас ситуация. Здорово. Ну, давайте, если мы уж начали говорить об успехах, то... А, вот еще, да, по поводу возрастного ценза. А есть ли у вас какие-то кружки и секции для взрослых людей? Или только дети? Нет. У нас есть для взрослых людей, у нас есть, ну, мы его называем легендарным, наш коллектив. У нас народный коллектив, хор русской песни «Россияночка», который был организован еще в 36-м году. И с 60-го года он работает на базе бывшего в то время сельского клуба «Путилково». Сейчас мы вот как преемники этого сельского клуба, и он нам по наследству достался, коллектив. Коллективу в следующем году исполняется в 80 лет. Средний возраст участника коллектива 65 лет. Но я вам должна сказать, что они дадут фору очень многим молодым. Понятно. Это средний, это когда всех сложить? Да. А самый старейший? Самый старейший 82 года. Старый участник, который до сих пор поет. И, в общем, ценим, очень бережем. Они участвуют во всех наших мероприятиях. У нас же очень много выездных мероприятий. Потому что деятельность нашего центра не ограничивается только стенами, а вот помещения. Мы работаем по всему сельскому поселению, а у нас 9 населенных пунктов. А есть ли кроме вас еще в сельском поселении учреждения культуры? Нет. То есть вы единственные? Мы единственный центр культуры. Поэтому мы и не только там по всей территории работаем, проводим праздники. Такие, как основные, назову, Масленица, День Победы, проводим праздники двора, ну и многие другие интересные праздники. Поэтому мы вот так, причем мы очень дружим и сотрудничаем с общественными организациями. У нас на территории две церкви. У нас проходят праздники совместные, посвященные вот религиозным праздникам, таким крупным. Так что воинская часть у нас, мы с ней очень тесно дружим. Вот буквально, как пример, на Масленицу у нас... На 23 февраля, наверное. Да, конечно. То они к нам в гости, мы у них ездим, концерты проводим. Вот сейчас, ко Дню космонавтики, мы планируем туда организовывать большой концерт у них. А на праздники всегда они наши почетные гости. Ну что же, предлагаю немножко продолжить тему успехов, участия в конкурсах. Уже сказали о том, мы уже сказали в самом начале о том, что ваше учреждение стало лучшим в 2014 году среди учреждений культуры сельских поселений в Московской области. Уже сказали о том, что ваши дети, которые занимаются в духовом оркестре, побеждают также во всех конкурсах и будут выступать на Красной площади. На мой взгляд, это очень достойный результат. А что еще? Чем еще удивляют ваши дети, начиная с 2011 года, когда вы открылись, в каких конкурсах участвуют, какие призы, какие места занимают? Вы знаете, наши дети участвуют во многих конкурсах и иногда удивляют даже нас, поскольку в последнее время стали очень много участвовать в международных конкурсах. То есть уже вышли на такой уровень. Они уже не российских, а международных. Да, причем очень достойно участвуют вот у нас и художественные студии. И в прошлом году у нас и руководитель художественной студии Татьяна Станиславовна Заграфова вместе со своими детьми проводился международный конкурс формата «Учитель-ученик». Это когда в конкурсе участвовали и руководители, и дети, занимающиеся в кружке. И вот наши дети взяли семь призовых мест, а сама Татьяна Станиславовна выиграла гран-при и получила сертификат на бесплатное обучение в Германии. Второй наш преподаватель художественной студии Ливанова Олеся Константиновна, она участвовала в международном конкурсе преподавателей-художников. С нашим, ну, презентовала там наше древо ремесел, это наше творческое объединение, да. И она получила спецприз за это творческое объединение, тоже, что было достаточно приятно. Все названия у нее интересные. Особая оценка. Да. Ну, наш знаменитый хор «Россияночка» тоже участвовал в международном конкурсе, и Надежда Бабкина вручила им приз. Тоже было приятно. В Тверь мы ездили. Да, это мы ездили на Всесоюзный фестиваль хоров по направлению Министерства культуры Московской области. Вот наш «Россияночка» в сентябре 2014 года представлял всю Московскую область на Всероссийском фестивале хоров. Ну, вот мы стали дипломантами этого. Ну, в общем, тоже неплохой результат. Да, достаточно неплохой. То есть участвуют в конкурсах не только, вот что отрадно заметить, что не только участвуют дети, коллективы детские, но и преподаватели. То есть это говорит об их высоком профессионализме, раз они показывают свое мастерство и побеждают. Елена Анатольевна, ну вот все-таки участие в конкурсах дело-то, в общем, такое, ну не сказать, что очень накладное, но тем не менее требует какого-то финансового сопровождения. Как удается вам находить средства для того, чтобы отправлять детей, ну и не только детей, как мы выяснили уже, на участие в конкурсе? Ну, будем так говорить, что в основном конкурсы, которым мы участвуем, они не требуют затрат. Ну, тем не менее, поездки, то есть дорога, да. Это, конечно, вот огромное спасибо поддержке в трудное такое особое время, это нашей администрации. Потому что, если бы не их, как говорится, понимание и понимание роли и значимости культурной деятельности в нашем, вот именно сейчас, вот в 21 веке, в современном веке, да, что мы должны не только преподавать и показывать там танцы или там петь, а вот именно развиваться и показывать свое мастерство, выходить на различные уровни, в различных конкурсах участвовать. То только благодаря вот их поддержке, их пониманию, только вот поэтому мы и участвуем. И у нас есть такая возможность, что очень отрадно. И вот Борису Федоровичу Радкову огромное спасибо, Зое Владимировне спасибо огромное. Поэтому, как говорится, мы одни в поле, не воины. Поэтому без такого участия было бы гораздо трудно. Ну и было бы, наверное, гораздо трудно без вот того преподавательского состава, о котором мы уже упоминаем в течение всей нашей передачи. Но, тем не менее, давайте расскажем, кто эти люди, откуда вы их взяли, да, потому что, ну, действительно, насколько я уже успел понять, что преподавательский состав очень сильный. Как искали? Вы знаете, самое трудное, вот было, если вот сейчас говорить, это вот найти именно преподавателей, найти тех людей, которые смогли бы работать, смогли бы делать то, что нужно людям. Это была наитруднейшая задача. Искали, где только не искали, как только не искали, по всем, как говорится, городам и весям. Поэтому сейчас могу сказать, что у нас действительно творческий коллектив сложился. Он уже сложился за эти годы. Даже это не коллектив, а группа единомышленников. Вот не побоюсь сказать этого слова. Потому что вот именно совместная работа и дает такие результаты. И когда дети, вот у нас, например, контингент практически сохраняется. Вот пришел ребенок 4 года, и он пока уже 10 классу не подошел, он так у нас и посещает эти занятия. Это говорит о многом. О том, что им интересно. И вот такие преподаватели только и должны, я считаю, работать в культуре. Не безразличные, как я уже говорила, люди, а инициативные, творческие. И главное, чтобы они умели найти подход к ребенку. Вот быть педагогами. Не просто уметь обучить искусству какому-то определенному, но и иметь педагогический талант. Вот у нас, например, Григорий Куртунов, это руководитель танцевальной студии. Он сейчас закончил уже педагогический институт. То есть продолжает к своему танцевальному такому прекрасному образованию. Хотя он сам участник и международных конкурсов по танцам. Большие награды имеет, много наград. И тем не менее он продолжает дальше учиться. И теперь он... То есть саморазвитие не останавливается. Да, саморазвитие не останавливается. Можно много говорить о каждом из педагогов. Вот Наталья Ильина уже много рассказала о преподавателях, которые участвовали в конкурсах. Но практически все. Вот нельзя назвать ни одного человека. У нас их не так, конечно. Не сто человек. А сколько, кстати, у вас преподавателей? У нас преподавателей 20-24. То есть кружков больше, чем преподавателей? Да, потому что у нас некоторые преподаватели ведут по два. У нас же отрадно еще. У нас центр, он, как говорится, в одном Путилково, в деревне Путилково. В Отрадном тоже отделение там. И вот, кстати, вот еще не говорили мы на эту тему. Но я думаю, еще будут вопросы по поводу расширения нашей деятельности, наших планов. Но если так говорить, что в Отрадном сейчас там небольшое помещение совсем. И, конечно, там очень тесно. И вот администрация ведет работу над тем, чтобы нам там выделить помещение на 800 квадратных метров в поселке Отрадное. Тот поселок развивается невероятными темпами. И, конечно, необходимо иметь там современное учреждение культуры. И вот надеемся, вот мы очень надеемся, что к сентябрю, может быть, или там к дню рождения центра, к концу года, все-таки наша мечта осуществится. Это будет большая радость для всех. Ну что же, стоит только пожелать удачи в этом направлении, дорогие друзья. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 562-0028, телефон прямого эфира. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас Елена Анатольевна Дергаусова, директор Центра культуры и досуга муниципального образования сельской поселения Отрадненской и художественный руководитель учреждения Наталья Игоревна Кваша. Мне несколько хотелось бы поговорить еще о таких материальных вещах. Ведь вы уже сказали о том, что экономическая ситуация в нашей стране, да и это, пожалуй, всем известно, сегодня не самая хорошая каким-то образом. Вот этот, ну, пока не кризис, но, тем не менее, такая сложная ситуация. Влияет ли на работу центра? Ну, конечно, что сказать. Ситуация сложная. Но наша задача состоит в том, чтобы это не отразилось на нашей работе. Потому что у нас есть определенная цель, у нас есть муниципальные задания, которые мы обязательно должны выполнять. Поэтому даже в такой трудной ситуации мы должны продолжать работать. Потому что это не вечно. Мы много что в этой жизни переживали. Трудности не должны пугать нас. И хочу вот что отметить. Опять же, вот, благодаря нашей поддержке, нашей администрации, у нас ведь кружки проходят бесплатно. А это что? О чем говорит? Что любой ребенок из малообеспеченной семьи, из семьи многодетной, например, инвалиды, они продолжают посещать наши кружки, наши студии. Потому что это не влияет на то, сколько в семейном бюджете денег смогут родители заплатить в месяц или нет. Я считаю, что это великая поддержка, просто великая. Что ребенок не должен это ощущать, они дети. Они должны получать то прекрасное, к чему стремятся. И иметь это. И наша цель, как вот преподаватели, как руководители студии, чтобы они это не почувствовали. А кризис надо переживать. И надо не ныть, как говорится, не плакать, а идти вперед. У нас очень много проектов в этом году запланировано. Я надеюсь, что мы их будем реализовывать, несмотря ни на что, ни на какие трудности. Ну вот об одном из них наверняка я сейчас спрошу. Ведь, ну, пожалуй, главное событие этого года, на мой взгляд, конечно же, это юбилей Великой Победы в Великой Отечественной войне. И, естественно, в самое ближайшее время вот этому событию будет посвящено огромное количество праздничных мероприятий. Хотелось бы, чтобы вы приоткрыли небольшую тайну или небольшой секрет и рассказали о том, как этот день планируете отмечать именно в сельском поселении Атрадинское. Вы знаете, подготовку к 70-летию Победы мы начали в самом начале этого года. И у нас уже прошел ряд мероприятий вот под эгидой 70-летия. У нас в центре работает клуб «Ветеран». И вот по просьбе ветерана мы им организовали экскурсию, они очень хотели в бункер Сталина. И в феврале месяце мы им организовали, остались все очень довольны. Вторая экскурсия вот для этого же клуба у нас запланирована на май. Называется «Москва патриотическая». Тоже, надеемся, будет интересно. У нас сейчас в данный момент проходит конкурс детского рисунка. Мы его назвали «Спасибо деду за победу». Детки рисуют ветеранам рисунки. И вот так, как они представляют войну по рассказам. И потом 20 апреля мы будем подводить итоги этого конкурса. И с 25 апреля у нас в центре будет большая выставка лучших детских работ, посвященная на эту тему. Второй такой большой проект тоже у нас с начала года. «Напиши письмо ветерану». Мы попросили деток, которые занимаются у нас в коллективе, причем деток всех и маленьких с 4 лет, написать вместе с родителями и старших детей, написать письмо ветерану, который живет по соседству. И все эти письма наши же детки 9 мая этим ветеранам раздадут. У нас есть два кружка декоративно-прикладного творчества. И они готовят открытки ручной работы. Дети сами своими руками, тоже в подарок ветеранам, тоже которые будут раздавать на митинге 9 мая. Ну, естественно, все наши коллективы будут принимать участие в праздничных концертах. Вот что касается духового оркестра, у них уже просто, как у народных артистов, все время расписано, начиная практически с 1 мая. Целый цикл концертов запланирован, вплоть до 9 мая, когда у них будет тоже большой концерт. У нас будет большой сборный концерт в Светлых горах, в поселке Светлые горы. Мы там традиционно проводим 9 мая. Нас уже там ждут. Там наш хор будет, россияночка, выступать с военными песнями. И просто с любимыми песнями они поют песни по заявкам. И мы придумали такую изюминку. Мы сделаем голубя из воздушных шаров, которые в конце праздника просто запустим в небо вместе с Георгиевской ленточкой. Ну, это вот наша такая идея. Мы надеемся, что она удастся. Нам кажется, что это интересно. Не так давно в Красногорском районе стартовала акция «Бессмертный полк». То есть прошла в Красногорске такая акция «Сельское поселение Отрадницкое». Не планируют присоединиться вот к этой акции? Мы уже присоединились. Присоединились в начале года. У нас уже есть несколько документов, фотографий. Вот сегодня еще пришла одна женщина. Она принесла маму с папой. Она говорит, я долго думала, очень стеснялась, но решила, что достойно это. И у нее очень интересная история. У нее родители познакомились на фронте, а сама она родилась 9 мая 1945 года. Ух ты, вот это да. Так что вот такой интересный факт. Ну и у вас есть, кстати, уникальная возможность сейчас пригласить жителей от Раднинского принять участие в этой акции. Куда обращаться? Что требуется от самих граждан для участия? Мы приглашаем всех желающих принять участие. Нужно просто прийти в наш центр и принести фотографию родителей, бабушки, дедушки, ветерана, которого вы хотели бы сохранить. И написать очень краткую справочную информацию. Буквально несколько строк. Фамилию, имя, когда родился, дошел до Дня Победы, не дошел до Дня Победы. И вот все эти документы мы соберем и очень бережно им распорядимся. Понятно. Подсказывает, что не так много времени у нас остается до конца эфира. Поэтому хотелось бы вспомнить еще одну значимую дату, которая уже совсем скоро будет в нашей стране. Я сейчас говорю о вашем профессиональном празднике. И вашим и ваших коллег это о Дне работника культуры. Вкратце, как отмечаете обычно этот день? Ну и, конечно же, в конце мне бы хотелось услышать от вас поздравления в адрес ваших коллег. Пожалуйста. Вы знаете, мы традиционно отмечаем концертом, но мы этот концерт называем необыкновенным концертом, поскольку в этом концерте участвуют наши преподаватели. Обычно у нас преподаватели остаются по ту сторону занавеса, за кулисами. И зрители судят о мастерстве преподавателя по успехам детей, которые выступают на сцене. Вот в День работника культуры мы исправляем эту несправедливость. И мы хотим, чтобы наши жители знали, что у нас замечательные преподаватели, что все они выдающиеся просто специалисты своего дела, что до сих пор они и участвуют в конкурсах, и побеждают. И вот руководитель хора нашего детского, она принимала участие в открытии Олимпиады, которая была в Сочи в прошлом году. И, в общем, вот такие интересные моменты. А еще наши преподаватели в этих концертах выступают в непривычных амплуа. То есть танцоры у нас поют, руководитель театрального танцует. И вот такие вот маленькие у нас сюрпризы. Ну что же, и традиционно ваши пожелания в адрес ваших коллег, прошу. Ну, во-первых, я хочу присоединиться к тому, что говорила Наталья Игоревна, и пригласить всех желающих к нам на концерт. Он состоится завтра в 15.00 в сельском поселении Отрадинское, Центр культуры и досуга, деревня Путилково, улица Тамаровича, дом 1. У нас есть свой сайт, на котором вы можете получить нужную вам информацию. Заглядывайте к нам на сайт, интересуйтесь нашей деятельностью, и всегда вы для нас будете желанными гостями. А всем сотрудникам, людям культуры, работникам культуры и просто всем жителям Красногорского района я хочу пожелать прежде всего здоровья. Не важно, в какой праздник, а вообще, чтобы вы всегда были здоровы. Это самое главное. Ну, а работникам культуры, конечно же, творчество, творческих идей, инициативы. Никогда, чтобы не было в глазах ваших скуки, и чтобы глаза ваши всегда светились радостью и огнем. И тогда у вас все будет прекрасно. Наталья Олеговна, есть что добавить? Да, я хотела бы присоединиться к Елене Анатольевне и пожелать всем работникам культуры и здоровья, и успехов в работе, и самое главное, идей. Потому что культура без творческих идей – это не культура. Ну что же, мне от лица нашей телекомпании также позвольте поздравить вас с наступающим праздником, также пожелать вам творчества, благополучного развития, конечно же, еще больших помещений, чтобы вы могли принять всех желающих. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в гостях у нас были Елена Анатольевна Дергаусова, директор Центра культуры и досуга муниципального образования, сельское поселение Отрадненское, и Наталья Игоревна Кваша, художественный руководитель этого учреждения. Спасибо огромное за то, что нашли время и пришли, рассказали о вашем центре. Дорогие друзья, для вас сегодня в студии работал Максим Мельников. До свидания и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова